Обучение в три смены в опасных условиях. В Хасавюрте родители не пускают детей в школу и требуют построить новое учреждение. Все из-за аварийного состояния здания, говорят местные жители. Почему ситуация не разрешается, годами выясняла моя коллега Патимат Ханапова. Дайте нам учиться, но сюда мы их не будем. Я не отправлю своих четырех детей. Я не хочу коллег дома. Огромные трещины в стене, сыплющаяся штукатурка и шаткий пол. Картина не для слабонервных, но в этом корпусе, к счастью, дети не учатся. Занятие проходит в двух других прилегающих зданиях. Это и беспокоит родителей. По их словам, если центральное строение обрушится, то это не может не сказаться на соседних, где и проходят уроки. Не дай Аллах, что-то произойдет. И если этот центральный корпус сложится, во-первых, он сложится весь как карточный домик. Эти два корпуса, они тесно прилегают к этому корпусу. У нас вот в этих кабинетах сидят наши дети. Вы думаете, кабинеты не пострадают? Они точно так же обрушатся. Да и в прочности этих двух корпусов многие также сомневаются. Родители убеждены, здесь просто провели косметический ремонт. Внешний вид обновили, а внутренние проблемы остались те же. Так ли все на самом деле, на днях будет выяснять экспертиза. Кроме того, столовая здесь также находится в аварийном крыле. Наши дети идут в столовую через весь этот путь. Они должны обходить вот это аварийное крыло, где вы сами уже из видео с интернета видели, что все сыпется, кирпичи сыпятся. За этими партами вот уже третий сутки никто не сидит. Обычно это непривычное состояние для школы номер 14. Как правило, в одном кабинете находится по 20 учеников. Школа маленькая, мест не всегда хватает. Здесь вынуждены обучать в три смены. Честно очень. Трехсменные занятия. Это и детей напрягает, естественно, и учителя не очень-то способны до пол-седьмого, пол-восьмого уходить домой. В мэрии Хасавюрта говорят, они в курсе проблемы. Признают, что есть необходимость в строительстве новой школы. Нужно это не только в целях безопасности, но и чтобы ликвидировать трехсменку. Однако есть свои бюрократические проволочки, и связаны они с земельными вопросами. На сегодняшний день то, что находится данное учебное заведение, позволяет нам построить по всем требованиям САНПИ и вообще по строительству требованиям 40 квадратов на одного ребенка. Она не позволяет более чем на 300 человек построить школу. Если же даже мы построим здесь школу на 300 ученических мест, это не снимает проблему трехсменок. Тем временем в Минимуществе и Министерстве образования заявили, что держат ситуацию на контроле. Экспертная комиссия должна выяснить, как благополучно разрешить ситуацию. Однако на это потребуется время. А вот готовы ли ждать родители вопрос другой. Патимат Ханапова, Салман Гетихмаев, Новости ННТ, Хасавюрту.